Продолжай. 15-16 стихи. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппивой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узника военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стригущим его толкование. Обозначает некоторые местности пред Римом. Первая, то есть Аппива, Аппиев Торг, это местность, где находилась статуя Аппия. От этого, вероятно, местность этой названа Торгом, или площадью, площадкой перед статуей. Перед кормчевницами таверны, в кавычках, разумеет гостиницы или шинки, названные так по-римски. 18-18 стихи. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, осудив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти». Толкование. «Хотя и сотворил столько чудес, Павел, однако же, получил больше дрезновения от того, что увидел братью. Отсюда мы узнаем, что он по-человечески принимал и утешение, и противоположные отношения к нему. Павел был уважаем настолько, что ему дозволено было пребывать отдельно, так как, если до сих пор сотник относился к нему благосклонно, то гораздо более теперь, соблюдающим его воином, чтобы предотвратить возможность новых ков против Павла, так что воин не за ним наблюдал, а за тем, чтобы не было с ним никакой-либо неприятности». 19-20 стихи. «Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Молкование. «Так как Павел знал, что совершенно неуместно было осудиться, особенно у человека неверующего, то защищает себя с той и другой стороны. Именно, что он поступил не против закона, а напротив, сам заведомо несправедливо осужден иудеями, и что не по своей воле назвал кесаря, а потому что сами иудеи дали ему к тому повод, так как не заблагорассудили ни судить меня по закону церкви, ни подчиниться законному мнению властей. «Власти хотели отпустить меня. Не отпустили же потому, что иудеи воспротивились этому. Чтобы обвинить иудеев, ты сделал то, что назвал кесаря?» «Нет, — говорит, — чтобы избежать опасности. Писаниями предоставлена иудеям одна надежда — Христос, проповедую которую я и очутился в этом состоянии узника». Комментарий Игнатия Лапкина. «Священное Писание имеет такую удивительную силу, что сказанное в далекой древности другому народу, по другому случае, может также тысячекратно повторяться с такой же силой в другой эпохе». 1 Коринфянам 10.6,11 «А это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставления нам, достигшие последних веков». «Знать Священное Писание, исследовать его, то есть заниматься тем, к чему призывал Спаситель своих последователей, означает уметь в любое место Писания применять конкретные сегодняшние ситуации, чтобы Слово Божие было живо и действенно. «Писаниями предоставлена и нам одна надежда – Христос, проповедуя которую, мы эту надежду делаем непостыдной, действенной, которая нас не посрамит. С кем бы мы ни беседовали о спасении, но если у нашего собеседника нет авторитета Писания, как непререкаемого авторитета, выше которого некому апеллировать, то этот собеседник не сможет приблизиться через нашу беседу к познанию истины, хотя бы мы ее открывали ему в самом чистом виде». Стихи 21-22. «Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать о тебе, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Толкование. «Еще до прибытия Павлова в Рим было внушено Иудеям не принимать проповеди о Христе, и не только римским иудеям, но и всем иудеям по всей земле». Но откуда известно это? В сочинениях древних писателей мы находим, что обитавшие в Иерусалиме священники, книжники и старцы, написав послания, разослали их по всем странам к живущим в них иудеям. В этих посланиях они поносили учение Христово, как учение чуждое Богу, и убеждали не принимать его». Исайя 18 глава 1-18 стихи. «Горе земли, осеняющей крыльями по ту сторону реки Феопских, посылающей послов по морю и по первых суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному, от начала и до ныне к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки». Этим означается, что нечестивый голос людей, населявших иудеев, разнесся на быстролетных кораблях за пределы земли Эфиопской и до последних концов земли, и что апостолы их, плавая по водам и приплывая море, проникали во все страны, разнося послания и понося учения о нашем Спасителе. «У иудеев и до сих пор в обычае называть апостолами, то есть послами, вестниками лиц, разносящих окружные грамоты от их начальников». Стихи 23 и 24. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приводя свидетельства, удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словами его, а другие не верили. Толкование веры во Христа иудеи называли ересью. Но вот и они свидетельствуют, что Христос проповедуется всюду, хотя и не все принимают эту проповедь. А некоторые из иудеев и еленов даже противодействуют ей». Комментарий Игнатия Лапкина. «Слово «всюду» не дошло до России, до православных, а если дошло, то только через сектантов. До нас дошло уставное богослужение и требы. Требы и уставное богослужение – все!» 25-26 стихи. «Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите». «Наблюдай, как теперь иудеи строят ковы против Павла. Во иудее они были как бы тиранами, а здесь, даже порицаемые Павлом, они ничего не осмеливаются сказать против него, потому что дело о нем более не предоставлялось уже их власти». «Здесь Павел благовременно наносит поражение тем, которые утверждают, что Дух Святой – лицо служебное Отцу, потому что называют Святого Духа Господом, сидящим на престоле высоком и превознесенным». 6-1. «Так как Дух Святой единосущен Отцу и Сыну и имеет равную с Ним власть». 27-29 стихи. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». «Когда Он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою». Толкование. «Сделали это, — говорит люди, — сжавшие уши и закрывавшие глаза. Указывается на сильное нечестие и упорное отвращение этих людей. Говорится же это с тем, чтобы привлечь и расположить их, и чтобы показать, что если они обратятся, будут исцелены. Говорится это не в том смысле, будто Бог, хотящий всем спастися и в разум истины прийти, содействует тому, чтобы они не видели, будто ревнуют о том, как бы они не услышали. Но мы привыкли так говорить о людях, которые удаляются, не хотят слышать слово спасения. Такой человек бежит и отворачивает уши, чтобы как-нибудь не услышать слово, которое могло бы обратить его и удержать от зла». 30-31 стихи. «И жил Павел целых два года на своем изждевении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». «Невозбранно». «Невозбранно». «Толкование». «Павел действовал не как тот синопец-диоген, который одевался в лохмоте и жил в бочке, который многих удивлял тем, в чем они не имели никакой нужды, а пользы не приносил никому. Павел ничего подобного не делал, потому что обращал свои взоры не на чистолюбие. Напротив, Павел одевался со всевозможным приличием, жил постоянно в доме и показывал всяческое попечение о приличии, которым упомянутый циник пренебрегал, нарушая его публично, и живя невоздержанно и увлекаясь страстью к славе. Если кто вздумает искать причины обитания его в бочке, так никакой другой причины не найдет, кроме одного счастлавия. А Павел даже платил за помещение, какое занимал в Риме». И все тогда. Аминь. Аминь.